Сегодня у меня эксперимент. И это как бы наболевшая тема, потому что с возрастом я заметила, что проблема роста ресниц, в общем-то, становится, или вопрос роста ресниц становится проблемой. И чем больше за 50, тем насущнее это становится. Поэтому я решила сделать видео. И это не просто спонтанное решение. Я давно к этому подходила. Я сделала много исследований по этому вопросу. Состав каких средств, например, способствует росту ресниц. Очень много видео на эту тему. И очень много влогеров этим занимаются. Но я в основном увидела, что это молодые девушки. Даже некоторым, наверное, лет по 17. То есть там не должно быть вообще проблем, в принципе, с ростом ресниц, волос и так далее. А кому за 50, добро пожаловать в клуб. Ну, всех, естественно, я всех приглашаю. Я думаю, что, может быть, я надеюсь, что это средство будет эффективным. Потому что, исходя из всех моих данных, которые я сама себе получала за последние две недели, я нацеленно, направленно делала изучение этого вопроса. Я думаю, что я смешала ингредиенты, именно которые способствуют росту и действительно являются эффективными. Или входят в состав того или иного дорогого средства по уходу за волосами, для обеспечивающего рост волос и так далее. Рост волос. И некоторые, может быть, даже вам, как бы, могут быть немножко удивительными. Пару слов о том, что касторовое масло. В принципе, касторовое масло, мне сказали, Лара, осторожнее, потому что оно может вызвать раздражение глаз. Я его пробовала, попробовала отдельно несколько раз. Раздражения у меня не было, слава богу. Но одно средство, которое очень часто вводит в состав средств по уходу за ресницами, для роста ресниц и бровей, это гель алоэ вера, который мне дал жуткое раздражение. Но я пробовала сразу не на глаза, слава богу, я попробовала вот сюда на руку. И у меня в течение где-то 5-7 минут покраснело, немножечко даже опухло, стало чесаться, то есть стала как-то неприятная реакция. То есть это я точно не буду на глаза, на корни ресниц никуда вкладывать. Значит, ну начнем. Что нам понадобится? Баночки из-под крема, уже такая чистая. Я сюда лаком нарисовала глаз, чтобы было видно, что это мое масло для роста ресниц, а не какой-либо крем, чтобы открывать аккуратнее. Значит, первый ингредиент это касторовое масло. Касторовое масло я заказала нечаянно с двух сайтов, 4 бутылки аж даже получилось. Вот, и в общем мне хватит, надеюсь, на всю жизнь. Чайную ложку, свою старую любимую, еще с детства. И я буду делать все по чайной ложке, за исключением дополнительных масел, которые не являются основными для роста. Сюда, в эту баночку, сейчас я вот так наклоню, чтобы вам было видно, что я делаю. Значит, на чайную ложку, чайную ложку касторового масла, все просто. Оно довольно густое, поэтому мне пришлось один защитный колпачок снять, иначе я бы сидела весь день. Вот, пока одна ложка масла у нас здесь. Дальше, следующий ингредиент это витамин А. Витамин А является довольно мощным средством для ухода за кожей, включен во многие составы средств и масел по уходу за кожей, и также для роста волос, всевозможные маски и так далее. Значит, он, как правило, вот этот витамин А, он, как правило, выпускается в капсулах для внутреннего приема. Здесь намешано еще fish liver oil, то есть рыбий жир, он, знаете, я думаю, что он не повредит. Приходится прокалывать вот такие маленькие маникюрные ножницы и капсулы. Значит, у меня сюда выйдет, я прям напрямую сюда буду выжимать, у меня получится три капсулы такие. Поскольку это дополнительный ингредиент, он не требует такого же количества, как основное масло. Касторовое масло. Вот, значит, три капсулы. Три капсулы получается приблизительно половина чайной ложки. Если что, можно съесть. Вреда не будет. О, пахнет рыбарным жиром. Вкус. Понятно, поэтому в капсулах. Тоже противно. Вот, а вообще витамина еще втирают в кутикулы на ночь, вот так, чтобы, в общем-то, витамина содержится во всех маслах, которые предназначены именно для ухода за кутикулой. Тоже имейте в виду. Просто продырявлю. Гораздо дешевле получается. Дырявишь капсулы и на ногти. Следующий ингредиент – это витамин Е. Витамин Е. Вообще уникальный витамин, потому что он один из основных для ухода за кожей, а также для блеска и упругости волос. То есть они входят, этот витамин входит в состав всяких масок и масла для роста и для укрепления волос тоже. А в натуральном виде он очень хорошо содержится в цветной капусте брокколи. Брокколи, по-моему, цветная капуста по-русски. Значит, для улучшения кожи. Причем, просто совет, цветную капусту нужно варить буквально минуту. Для того, чтобы все витамины правильно для вашего здоровья все это сохранилось и не переварилось. Не переваривайте вообще овощи. Вот, витамин Е – это наш следующий ингредиент. Значит, тоже получается чайная ложка приблизительно. Чуть-чуть поменьше. В общем-то здесь нет, это как бы методом тыка мы делаем все эти, я делаю все измерения, потому что, как бы сейчас, это у меня эксперимент. Чем закончится? Посмотрим, может, что-то растет. Надеюсь, что ресницы. Дальше. Значит, это у нас был витамин Е. Следующий очень необходимый элемент – это almond oil – это миндальное масло. Миндальное масло тоже входит в состав практически всех масел и смесей масел и средств по уходу за волосами. Для роста волос и так далее. Значит, вы просто берете миндальное масло, я кладу такое же количество, как и касторовое. Вот, у нас получается уже так прилично в баночке. 5 мл, по-моему, да, чайная ложка. Вот, то есть у меня здесь уже так прилично больше половины набралось. Вот, и последний ингредиент – это органовое масло, орган ойл. Оно включается во все дорогие маски, дорогие средства, масла для роста волос. И вы знаете, даже просто вот на кончике, если вам, чтобы хорошо блестели, красиво, вот, даже вот так. То же самое миндальное масло можно и на лицо, и на кожу, и на ногти, на кутикулу, и для роста ресниц. То есть здесь очень много функций. Вот, органовое масло. Я тоже кладу чайную ложку. У меня как бы нет еще доказательств в данный момент, что эта смесь будет хорошо работать. Может быть, чего-то нужно было бы и поменьше. Я, так сказать, не претендую на совершенно правильный и лучший рецепт, но это мой эксперимент, именно основанный на изучении этого вопроса. Сегодня у нас начало проекта. Я запишу еще второе видео после, по истечении двух месяцев. Это, как правило, когда уже должен быть виден результат. Некоторые говорят пять дней, некоторые говорят... Ирина Ласко написала, что надо, наверное, полгода ждать. Прошло два месяца, у нее особо результатов нет. Но давайте так, девочки. Нам нужно помнить, что чем старше мы, тем медленнее все процессы в организме происходят, в том числе метаболизм, в том числе какой-то результат какого-то косметического лечения, в смысле натуральных масел и так далее. Все это перемешивается. Я думаю, что в данный момент я буду просто пользоваться вот такой ватной палочкой. А на самом деле можно щеточкой для туши. Я думаю, что основное это, чтобы оно попало на корни. И там уже дальше на ресницы. Ресницы у меня средней паршивости. Они не очень длинные и не самые короткие. Может быть, они абсолютно средние. Но мне хотелось бы, чтобы они у меня были подлиннее и покрасивее. Значит, это о том, что можно сделать самим дома. И я, знаете, решила это сделать так. Почему я решила это сделать так? Потому что, во-первых, часто очень меня критикуют за то, что я делаю хай-энд, как бы люксовские продукции и так далее. И думаю, если я сейчас буду средства для ресниц за 100 фунтов показывать, то у меня просто... Сами понимаете, чего. Вообще, мне очень интересный эксперимент. Для меня это интересный эксперимент. А тем более, что я видела, хорошие результаты добиваются. Действительно, хорошие результаты. Так вот, и через два месяца мы с вами сделаем. Я вам покажу результат, отросло ли у меня там что-то или нет. А дальше будем думать. Я просто хотела вас всех пригласить начать участвовать в этом эксперименте. И чтобы мы с вами, скажем так, ближе к Новому году, мы с вами посмотрим, сделали ли мы себе подарок или нет. Получилось ли у нас то, чего мы хотели. Давайте я еще раз покажу ингредиенты, чтобы не было никакой путаницы. Касторовое масло. Значит, я купила органическое, потому что это чище. Это чище, оно всегда дает как бы лучшие результаты. Вот, касторовое масло. Чайная ложка. Миндальное масло. Алманд ойл. Миндальное масло. Чуть-чуть, по-моему, поменьше, чем чайную ложку я сделала. Потом я проткнула три капсулы витамина А. Витамина А исключительно важен для поддержания волос и кожи. Также, кстати, я слышала, для поддержки зрения хорошего. Содержится в моркови. Вообще, в принципе, во всех красных, насколько я знаю, фруктах и овощах. Красного цвета. Дальше. Витамин Е. Витамин Е очень богат содержанием витамина Е цветная капуста и также большинство ярко-зеленых овощей или зеленых овощей. Вот, витамин Е – это очень важный ингредиент, и он содержится практически во всех средствах по уходу за волосами. И органовое масло, орган ойл. Я положила тоже чайную ложку. Перемешиваем. И это нужно накладывать, значит, на ресницы и на брови. У кого брови, скажем так, вопрос тоже насущный. Я, наверное, тоже сделаю, буду это делать для того, чтобы мне придать немножечко более приличную форму, чем сейчас. И когда это все вырастает, то мы будем придавать форму, как мы хотим. Самое главное для меня – ресницы. Мне хочется, чтобы я никогда в жизни не пользовалась накладными ресницами загибать. Я их тоже не люблю. А мне хочется, чтобы у меня был как бы натуральный взгляд. Но все, мои хорошие. Я сейчас пытаюсь загрузить еще английский завтрак. Мы сделали сегодня как бы спонтанное у меня видео, там, две минутки. И сегодня у нас разговор за чашкой чая, разговор о социальных пакетах Великобритании при поступлении на работу. Ну, там я расскажу, что и как. И отдельно, если успею, разговор о страховании жизни Великобритании, для чего оно нужно и какие виды бывают и так далее. То есть тоже мы с вами побеседуем. Поэтому, мужчины, вы уж меня извините, если вам было немножко скучно в последние мои несколько репортажей. Это было все о красоте, так сказать. А сейчас мы вернемся к нормальным, обыкновенным разговорам. Но все, мои хорошие, пока приглашаю всех поучаствовать в этом эксперименте с нашими витаминчиками, маслами и так далее. И буду ждать от вас как бы репортажей или отчетов о том, у кого что получилось, кто чем пользовался ранее. Просто имейте в виду то, что я сказала. Многие влогеры показывают именно с использованием алоэ, алоэ вера. Алоэ вера вообще для ухода за кожей, по идее. Может быть, в этом геле, который я купила, были какие-то другие составные части, которые мне и вызвали вот эту реакцию. А на самом деле я не думаю, что это является необходимым. Оно как бы опция. Если хотите, если у вас нет аллергии, то многие это тоже добавляют. Я не добавляю, потому что я знаю, чем это кончится. Ну все, ребята, пока. До следующей встречи.